Есть у меня друг один, тракер, я уже лет 25 его знаю, очень необычный паренек, с неожиданным взглядом на вещи, ну необычным, не таким как у всех. Вчера мы с ним выпивали, он мне рассказал свою историю, историю успеха. Он сказал, что лет 7 назад, вот как раз когда этот кризис шатал всю нашу рыночную экономику, он столкнулся с таким непонятной вещью, как два Мерседеса в магазине, абсолютно одинаковые для неопытного взгляда, внешне по крайней мере, стоят абсолютно разным. Причем разница может достигать двукратных, трехкратных величин. Заходим в Мерседес, это он мне рассказывает, стоит два Мерседеса, абсолютно одинаковых, одна и та же модель, одна стоит 30 тысяч евро, вторая 60 тысяч евро. Вот у меня, говорит, то же самое было, у меня тракинг был за 60 тысяч. Но менеджерки, которые покупают этот тракинг, до них это не доходило. То есть они спрашивали, а почему у вас тракинг стоит дороже, чем у Пети? А потому что у меня в тракинге вот есть вот это, вот это, вот это, а у Пети этого нет. Но он сказал, что до менеджерков это доходило с большим трудом. И тот, да и Денис доходило. А сотни так и не понимали, в чем разница. И тогда он сказал, раз это не работает, я начал работать по-другому, я начал просто убирать опции. Первым под нож пошла GPS-навигация, все теперь мои машины, никто не знает, где находятся, отследить их невозможно. Но это сэкономило мне деньги и позволило понизить ставку. Второе, я убрал диспетчеров. Всех диспетчеров под нож, все переговоры по поводу, где машина, только в рабочее время и только с бухгалтером, который выполняет теперь за половинку зарплаты еще функцию диспетчера. Заявки на машины тоже, только в рабочее время, только бухгалтеру. Никаких ночных запросов мы не обрабатываем. Я под нож упустил такую опцию, как техосмотр машин, сервис машин. У меня была огромная сервисная база, ремзона, куда я загонял свои машины периодически, чтобы проверили, все ли там в порядке, протестировали, если надо, сделали текущий ремонт. Теперь у меня такой опции нет. Машины едут до первой поломки. Как только поломка случилась, мы начинаем ее тогда ремонтировать. Еще одна опция упала. Это телефон мобильный у водителя. Я забрал телефоны свои у водителей. У них есть частные телефоны, входящие по территории России бесплатные. Финки, они могут их выключать. Я оплачу водителю только один звонок. Это звонок с границы, в том случае, если его определяют на СВХ на полный досмотр. Вот этот звонок я водителю оплачиваю. Остальные телефоны меня не интересуют. И вот таким образом у меня получилось так, что я самый дешевый на рынке перевозок Котка Москва. У меня самые низкие цены. Но если менеджер спросит, а почему низкая цена? Я скажу, я вот такой хороший. Мерседесы-то одинаковые. Мерседесы-то одинаковые. Вот так люди решают проблему кризиса за счет уменьшения количества опций. Кому не нравятся дешевые машины, пускай идут, покупают дорогие. Но он сказал, у меня очередь. Один клиент может уйти, но на его место приходит два. У меня вся машина расписана две недели вперед. И желающих взять мои дешевые машины больше, чем желающих ссориться со мной по поводу той или иной опции. Да, и последняя ему опция была такая, что он отрубил страхование по ЦМР. То есть теперь у него нет страхования его ответственности в рамках ЦМР. Говорит, это позволило еще сильнее снизить ставку.